С представления нового руководителя железнодорожного вокзала 5 сентября в актовом зале администрации началось очередное оперативное совещание с участием руководителя организации и предприятий. Хотел бы вас познакомить с новым руководителем здесь, с новым руководителем железнодорожной станции железнодорожного вокзала «Электрогорск» Баев Роман Шамильевич. Уважаемые коллеги, новый руководитель недавно приступил к работе, поэтому просьба познакомиться в первую очередь с администрацией города, нашим дорожникам, нашим Мособулэнерго, Иринкому, Илье Владимировичу, для того, чтобы взаимодействовать. У нас накопилось много проблем по железной дороге, в первую очередь это 14-й километр у нас, еще раз после оперативки, чтобы мы встретились, окосы, безопасность, проблема с освещением, проблема, значит, у нас с благоустройством, кустарники, деревья, поэтому накопилось много проблем, ну и в том числе есть предложение по благоустройству городской территории, там обсудить на перспективу, поэтому просьба познакомиться, значит, ну и оказать максимальное содействие, чтобы человек, руководитель, вошел в курс дела. Ремонт тепловых сетей, устранение утечек в сети горячего и холодного водоснабжения, промывка в канализационной сети, работы, традиционно составляющие повестку дня в электрогорском филиале компании ТСК МОСЭНЕРГО. Закончили советские 30, делали, занимались многоустройством, продолжали работы на Калина 5, 5,2,7, и Каневская 3А, у нас была утечка, по воде, значит, была утечка Харжановская 22, сделали, сегодня будем закрывать, Калина 20, выходная была утечка, поставили хамур, продолжать. В очередной раз был поднят вопрос о подаче горячей воды, с соответствующей температурой в многоквартирные дома. В Харжановском микрорайоне горячая вода, вода в домах выстывает, не в одном доме, а во всех практически домах, нет разбора, вода выстывает. Я вот с утра встаю рано, у меня полотенцесушитель холодный, потом краны открывают, люди пошли-пошли, горячие. Как только в обед успокоились, расставали. Ну, надо совместно идти, потому что дома, в которых вы, по-разному говорите, значит, у меня тоже работают, говорят, в ванной, в туалете, значит, идет нормальная горячая вода, на губке, где надо прогонять, это значит, внутренней системы. Вот я вам Крыжановск 32 сказал, Крыжановску в 11-я, где у вас работник живет. Там люди живут, звонят сюда к нам, говорят, с утра вода есть. В обед, когда все уходят на работу, остаются дома пенсионеры. Она выстывает, вот это где-то идет препятствие, вода не циркулирует должным образом. На Крыжановску в 11-я расход больше нормативных. Да не знаю, что скажете вы по этому вопросу, у вас есть жалобы? У нас жалобы есть, снимаем шайбы, которые тест-то выставали. Вот видите, это нормально. Ну, правильно, с одного дома сняли, прошло чуть-чуть за один дом. То есть, совсем надо снять, у нас до этого не было проблем с водой, пока вы не начали творческую деятельность. Понятно? Проблемы были, потому что они насосы стали, у нас слив мы стали. Мы же тогда договорились, выходили, но... Крыжановску у нас слива не было никогда. Не было. Нанос слива не было. Италь Валентинович, шайбы надо снять, потому что препятствует населению получению коммунальных услуг горячего водоснабжения, надлежащего качества. Значит, жилищная инспекция уже в курсе, значит, принять меры совместно с жилищной инспекцией. Поэтому еще раз, все ваши эксперименты должны только идти на пользу, на качество, как для вас, а, в первую очередь, для потребителя. Если люди идут массовые жалобы, значит, ваши эксперименты неудачны. Работа без аварийных отключений, ремонт подъездов, благоустройство на закрепленной территории. Отчет о работе за неделю представлен управляющей компанией Иленком. У нас аварийных отключений на прошлом неделе не было. Сейчас активно занимаемся ремонтом входов подъезда. У нас на Марк Чкалово-1, Крыженовска-29-31-52, Горьково-4-6, Советская-37-38-40-44. Уже 60 входов подъезда автоматировано. Закончили установку детских площадок по адресам Крыженовского-8, Советская-40-44, Крыженовский-41, Ленин-18, Ленин-36. Также закончили промывку и опрессовку всех домов. Из порта все готовы, все сдали. Также у нас на прошлой неделе были проблемы по уличному освещению. В результате сильного поля в ветру упал большой гейер у дома молодежи. Упорнуло опору, сломало, нарушило освещение. Занимались устранением этой ситуации. И вечером на улице Гуденово дорога напротив Миража. Там тоже упало дерево, повредила линия и тоже опоры. Также на прошлой неделе активно занимались заменой ламп по городу. Обычное освещение на стройку часов. По ремонту строительного участка проводим ремонт подъезда, ремонт цикарей, крылечек. Активно ремонтируем межпанельные швы. И два дома полностью украсим. Это Ленин-25 и 29, на прочее 14-й школы. В предстоящую субботу управляющая компания проведет День открытых дверей и примет участие в празднике улицы Коржановского. На этой неделе, в субботу, будет День открытых дверей. У всех, у кого есть желание, ждем с 10 до 15. А в субботу в Олимпоне откроется 10. День открытых дверей у нас в субботу День открытых дверей. У нас День открытых дверей. А День улицы моей не у вас? Ольга Леевна, насчет Семенов, я не в курсе, что у нас День улицы моей? Если, или это День улицы моей вас не касается? У нас областное мероприятие. У жилищной инспекции проводит полисеет Московский область. Адендаторы назначают, они все помнили. Но кто у нас ответственный? Еще раз, 10 числа у нас День улицы моей. Большой праздник, поэтому Ленком ответственный. Потому что у вас на нас управляющая компания. 98%, напоминаю, управляете вы. Поэтому все улицы ваши, и все праздники тоже ваши. И вы ответственны. Включайтесь в подготовку, Леонид Ильич. Максимальное внимание, максимальное привлечь жителей. Все должно на позитиве. Покрасить, убраться. Лишний раз еще раз навести порядок на этой улице. Максимальное внимание уделить жителям. Собрать людей, старших по домам. Пообщаться, выслушать добрые пожелания. Выслушать критику. Ты с хорошим настроением настроиться на дальнейшую работу. Участковые избирательные комиссии будут оборудованы дополнительными источниками питания в день выборов. О работе электрогорских электрических сетей отчитались в филиале Мособлэнерго. Вчера было отвлечение. Вышел в строю абонентский кабель на ГРП. В газовом хозяйстве сообщили. Ждем, чтобы устанавливать. Без света у нас одна подстанция 354, это ВЗУ. Ее отключили под топление. Строители вызваны. Будем смотреть, как ее включать. ВЗУ какой? Дальняя ВЗУ около 354. Где сейчас скважина будет. Как-то сказывается на работу в городе? На работе в городе не сказывается на данный момент, но все равно ее нужно включать, потому что это резерв. Значит, по работам. Проводили работы по текущей эксплуатации. Обходы, осмотры. Устраняли недостатки Ростехнадзора. Выявлены недостатки. Ну и продолжаем капремонт. Здравствуйте. Есть у вас, господин Алексеевич. Илья Геннадзор, в Возвиске, потому что с Вашей связанными объектами, в основном, спиратном участке, мы удивились, какие-то... Да. ...возвращение. Израилов, 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 а не должны быть... Мы уже распределяли бензогенераторы. По-моему, даже на школу, на большую школу, на нашу, 14-ю. Дизель потащит. Все проверишь, мы были готовы. Спасибо. Подготовка к осенне-зимнему периоду остается одним из главных вопросов в повестке дня муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство и благоустройство». На прошедшей неделе работа велись согласно намеченному кризису голосовных планов. Основная задача подготовки зимы. Продолжаем ремонт, ремонт, ремонт почти закончен. Уборка смета, опять бывает событий, и все остальное в вашем порядке. Михаил Юрьевич, на вас, или не на вас, на работу МПУ поступают жалобы. Если вы, видно, дракторе, но успевает в центральную улицу на Рязанке и ехать. Рязанка у нас грязная, за домом 28, где еще это фантазия, и в сторону медленного парклера, в леске, надо проехать, убрать и поставить регулярные осмотры, убрать. Убирается регулярно, я, Владимир Владимирович, на самом деле, просто дожди идут, а там съезды с контейнерных площадок, и все съезды без асфальта. Значит, я думаю, что как раз принимается замечание, значит, Денис Александрович, Рязанку давайте уделяем внимание контейнерным площадкам, мы ждем опять до декабря месяца. Мы же застрокировали, таблички повесили. Пока мы не наведем идеальный порядок на Рязанке, именно на контейнерной площадке, грязь это будет постоянно. Потом можно уже спрашивать. Михаил Юрьевич. Мы уберем, естественно, да, вы можете чаще убирать, естественно. Жалоба нам не поступала, это точно. Пришла жалоба. Хорошо мы сделаем. Спасибо. В ТСЖ «Витязь-22» обратились с просьбой о размещении информации по предстоящим выборам. В ООСах РУ обслуживание домов осуществляется в штатном режиме. Прежде всего вопрос по выборам. Вот я живу здесь 6 лет, и 6 лет я ни разу не была на выборах, и никто мне не говорит, в какой участок, куда обратиться. Приходила сюда, вот меня не пропустили даже наверх. Я позвонила, дали телефон, позвонила председателю выборной комиссии, сказали, с паспортом приходите, и сказали, а, все, на этом конец. Где будет у нас проводиться сейчас, в каком училище, в каком школе, и почему у нас нет базы, я не знаю. У меня вот этот большой вопрос, мне нужна информация. Спасибо огромное. Во-первых, сейчас останется, после оператива, дайте знать, во-первых, за гражданскую позицию, спасибо, что проявили интерес. Но вообще информация есть в прессе, в СМИ, в интернете, везде. Интернет у вас плохо работает. Все публикуется постоянно, но мы вам все подскажем. У меня на прошедшей неделе никаких чрезвычайных ситуаций не было. Работает по текущим планам, новое устройство, паспорта подписали. Плановые работы по содержанию улицы Советской осуществляет Павлопосадский филиал компании МОСАВТОДОР. Работаем согласно планам вот этих работ. Доделали с опросами? Да. Доделали. Доделали? Косили немножко. Да, мне кажется, не доделали. Мне дорожники поправьте, если что. Значит, здесь канавы не покосили, а с другой стороны дорожки, бурьян, мне кажется, с другой стороны бурьян. Сили? А мы завтра еще проверим. Значит, завтра проверим. Первое, значит, очень долго делать ваши работники. Бесконтрольные. Бесконтрольные. Значит, все, что можно сделать за два дня, вы делаете неделю. Не контролируйте, не ставите задачи, видимо, нормальные. Между людям ставить, нарезать кусок и сказать, пока не доделаете, не выезжайте. Очень долго делаете. Сделали вроде бы неплохо, по качеству. Ну, очень долго. И плюс проверить, значит, вот дальнюю сторону, где у нас лавочки, вдоль тротуара. Статистику работы лечебного учреждения представил главный врач электрогорской больницы Николай Суворов. Ростом, все больницы, 44 пациента, 93, 40-летний лет, поступило 13, принято 47 и вызов по скорой 40. И, Игорь Петрович, разрешите от лица нашей больницы, от вас и вашего лица все администрации, городского управления, Игорь Петрович, за предоставленное служебное жилье нашим домом докторам, которые прибыли в наш город. Это семья врачей молодые, один из них врач-терапевт участковый, врач-терапевт. Они приступили к своему обязанности. Большое вам спасибо. Спасибо врачам, что приехали уделить особое внимание. Наша задача, чтобы врачи закрепили здесь, чтобы им жилось комфортно, нормальные условия на работе, нормальные условия на работе. Вот главное, врачи. Значит, по вакцинации как дела у нас? Мы продолжаем работать. Сейчас начинаем работать с медицинами, со школами. То есть, активно, сейчас выезды начали на предприятие делать. Не стесняйтесь, если необходима какая-то помощь еще раз. Мы всегда готовы оказаться в действии. Информация о санитарно-эпидемиологической ситуации на территории городского округа Электрогорск представлена в докладе представителя территориального подразделения Роспотребнадзор Ирины Смагиной. На территории Электрогорска у нас регистрируется снижение заболеваемости респираторно-вирусной инфекции на 16% и, соответственно, среди детей, детей, которые посещают организованные коллективы. Но еще раз повторяю, дети возвращаются в школы, в детские сады после отпуска. Некоторые приезжают из стран зарубежья, поэтому возможен вполне занос острых кишечных инфекций, вирусных заболеваний. Поэтому на сегодняшний день основная задача это фильтры, еще раз фильтры. ни в коем случае не допускать больных детей, преподавателей, воспитателей к работе при незначительных даже признаках респираторно-вирусных инфекций и других инфекционных заболеваний. В связи с этим мы дали предложение образованию и медикам, чтобы организовать комиссию, привлекать Роспотребнадзор по контролю за утренними фильтрами в детских дошкольных учреждениях и в школах. Кишечных инфекций один случай зарегистрирован за неделю на территории у неорганизованного ребенка. Витриная ООС по один случай заболевания в детском саду в 39-м. Четыре случая присасывания клещей в двух случаях пострадали дети. Еще раз повторяю, при всех случаях присасывания клещей обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, даже если клеща граждане удаляют сами, необходимо получать превентивную терапию. Это если клещ не исследован на клещевой боролиоз и другие инфекционные заболевания, которые они переносят. Если же клещ исследован и граждане дождались результатов исследования, при отрицательном результате превентивная терапия не назначается, если клещ был заражен, соответственно должны граждане получать терапию. прививки еще раз обращаюсь к гражданам Электрогорска в обязательном порядке мы должны в этом году привиться на 45%. Это задачи поставлены правительством, задачи поставлены Минздравом, то есть при таком процентном охвате у нас есть надежда, что мы будем уверены в том, что мы будем противостоять эпидемии, которые в этом году надеемся, что ее не будет. Вакцина хорошая, трехкомпонентная, поэтому родители пожалуйста не отказывайтесь от прививок, а все работники промышленных предприятий, организации в обязательном порядке, у кого нет медотводов, должны привиться. Хорошо, а дел ЖКХ как у нас дела у собак? Ну на эти недели у нас ни одной занятки в один вступок. По внимательней, сворок уже опять скатывается по городу, посмотрите, возле Калинина, возле Скачкова, вот здесь, в этом районе, возле Озерска, значит, возле Ниц, повнимательней, если будут обращения, или просто кто-то будет замечать, сообщать, просьба ВИДДС, почему? Сдача, я так понимаю, начинает уже собаки возвращаться в город, уезжает, поэтому повнимательней, есть, начинаются проблемы. О прошедших и предстоящих мероприятиях в городе отчиталась начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, управления развитием отраслей социальной сферы Лариса Карапетян. В Доме культуры проверили мероприятия здравствуйте, школы. Также в Доме культуры провели фонд с рисунков «Дети и молодежь пилот». Библиотеки оформили выставку к началу учебного года и хотелось сказать для всех жителей нашего города, что библиотека с 1 сентября работает по расписанию в своем товарищном режиме после ремида библиотеки. 1 числа, 1 сентября мы принимали участие в совещании в Министерстве спорта подключения нашего стадиона имени Роберта Классона в программу реконструкции на 17-21 год. С 15 по 29 августа поисковый отряд «Посток» Дома молодежи участвовал в поисковочке действия Суяровских Плотсдак в Республике Кадлина. Отрядом было понято 16 лет. 3 сентября сотрудниками «Воспитник» Дома молодежи при поддержке отдела территориальной безопасности провели акцию на городском бургале посвященную Дню Солидарности. Сейчас хотелось бы отметить о том и сказать всем ветерям города что 10-го числа мы на городском бургале на территории гостях Ускаса проводим большое мероприятие праздник улицы Мари приглашаем всех жителей города принять это мероприятие и участие И также хотелось бы отметить что 16 сентября мы на городском бургале проводим общую физическую зарядку поисковой зарядке 10 утра Хотелось бы сказать всем руководителям что письма направлены по участию в этой зарядке мы ждем отсеку информацию о том когда он может посмотреть обычную зарядку и включить ее в общую борьбу максимальную информацию нужно пройти в СМИ в интернете максимальная поддержка и зарядки и улицы Мари потому что должен праздник состояться и ничто не заменит живого общения с жителями с нашими коллегами значит и просьба ИЛИНКОМУ и сотрудникам полиции на улицу Мари обязательно участкового пригласим как мы договаривались все публичные мероприятия где проходят с жителями города должны быть в присутствии и знакомстве с участковыми О работе Управления развитием отраслей социальной сферы отчиталась руководитель Татьяна Панкова 30 августа принимали в части в областном семинаре который проходил мытищик по тени организации работы по профилактике асоциальных явлений и социально-педагогической поддержки детей в образовательных организациях Московской области задача на 2016 17 учебный год 1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях города состоялись прошли торжественные линейки посвященные началу нового учебного года посвященные дню знаний 2 сентября во всех образовательных организациях в школах доп. образования в детских садах состоялся единый день дорожной безопасности детям Подмосковья безопасность на дорогах были проведены различные мероприятия направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма а 3 сентября состоялись мероприятия в рамках проведения единого дня солидарности борьбы с терроризмом были организованы классные часы школьные линейки просмотров кинофильмов конкурса плаката 4 сентября педагоги доп. образования ЦДО и Стокия принимали участие в выставке ярмарки предметов изобразительного декоративно-прикладного искусства народных промыслов и ремесел выставка проходила в Севпуховском районе в парке Дракина на сегодня все хорошо спасибо у меня есть предложение продумывайте совместно с полицией мы сейчас поставим задачи по организации дружины меня что беспокоит в городе хотя бы продумайте составы молодых сотрудников вашего комитета учителей может быть какие-то рейды устроят периодически по детским площадкам парк, скверы вечернее время особенно часиков после 7 до 9 я обращаюсь к родителям что вы услышали сейчас на камеру обращаюсь ко всем меня вызывает огромное беспокойство что происходит у нас в городе по крайней мере то что я вижу в парке буквально как только темнеет 8 часов вечера здоровые ребята уже подростки по 14 по 15 по 16 ломают детские площадки которые мы построили для ребятишек и губернатор сделал подарок нам вместо того чтобы качаться на воркауте или на тренажеров качели я не удивлюсь если там через неделю две свернем полностью еще раз поставить задачу ИДДС вечернее время отслеживать вот те места где у нас массовое скопление детские площадки правоохранительные органы взять на контроль подкорректировать движение наших служб значит и образованию посмотреть мат через мат рукой вой значит там вообще спать невозможно честно говоря не очень приглядная ситуация и ребятишки у меня вот 13 14 15 лет с девочками мат вой стоит я не знаю все Калинина слышит позвонил в полицию отреагировали оперативно молодцы выявили но это хорошо что я увидел услышал понимаете я почему просто немножко нужно в этом направлении поработать с родителями поработать я понимаю что мы сами молодые были не без этого да что греха но немножко нужно взять на контроль походить посмотреть порядка приучая но не красиво в отделе социальной защиты населения работа осуществляется в штатном режиме не штатной ситуации у нас не было разгребаем последствия в доме-интернате к сожалению у нас разгорели все подаренные телевизоры будем ремонтировать будем выходить из ситуации готовимся к приему документов на компенсацию многодетным пока у нас к сожалению ни одного обращения не было здесь я хотел бы обратиться к жителям что с 8 до 8 вечера можно обратиться в отдел соцзащиты предоставить эти документы и мы быстренько их возьмем в работу с МФЦ обсудили как раз по телефону предоставление этих услуг через МФЦ пока услуга не будет предоставляться до появления официальных документов то есть сотрудники МФЦ с услугой ознакомлены но ждем пока у нас появятся нормальные утвержденные регламенты наша команда города Электролюска приняла в спартакиаде третьего возраста участие по теннису вышли в финал ждем результатов здесь я хотел поблагодарить за автобус потому что наши все живые люди имели возможность приехать приехать ну соответственно привезли хорошее настроение текущая работа работа с обращениями граждан на этой неделе мы возобновим проверки по доступной среде совместно с комитетом образования у нас все избирательные участки оборудованы кнопкой лично общался с исполнителями показали где что ставить установили на тех местах где для инвалидов будет удобно кнопки проверили выглядит все замечательно это очень здорово что у нас избирательные участки станутся доступны для инвалидов и здесь хотел бы пользоваться присутствием руководителя железнодорожной станции обратить внимание на доступную среду на платформах платформы 14 километров город электрогорск хотел бы напомнить что есть предписание суда выполнение законодательства вот просто чтобы это было на контроле на постоянном потому что полгода прошло ничего по доступной среде на железнодорожной станции у нас не сделано без чрезвычайных ситуаций прошла неделя в городе отчет о работе пожарного подразделения представил Андрей Панин один выезд на лорны два на тушение мусора на территории городского гораемого один выезд проведения работ по оказанию помощи значит в нашей больнице с помощью по подвеске больного и также был выезд по поиску отбудившихся людей в лесу мы получили все нашли подвески 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 полиции и не подвески на обзор оттуда районного депутата прошу много спасибо что работали информация о правонарушениях и преступлениях в городе представлена в отчете начальника электрогорского отдела полиции Сергея Пронина за прошедшую неделю было 61 сообщение семьи на бытовых 6 телесные повреждения 9 смерти 4 краж 5 мошенничество 1 повреждение имущества 1 сотрудниками полиции вывели на 2 права в отношении лица совершивших кражи из-за удачного массива национального полиции сотрудниками полиции вывели в отношении национального заключения критику в отношении флага услышал изменил в раке дислокации прошу который не так традиционным пожеланием главы хорошей трудовой недели оперативное совещание было завершено